Это значит, что мы уже готовы, да? Сегодня мы имеем возможность протестить совершенно неожиданную для меня машину. Это Mercedes B-класса в электроварианте. Мы сегодня в компании Яндекс общаемся с Андреем Сибрантом. Очень интересная беседа. Настоящая история. Масштаб. И сейчас находимся в библиотеке. Я в шоке. В хорошем шоке. Да, в хорошем шоке. В прекрасном шоке. Привет, мои дорогие подписчики. Сегодня мы записываем третий беговой урок. Итак, наше расписание на неделю. Понедельник. Восстановительный кросс. Один час. Пульс. До... 150 ударов. Скажите, как Яндекс стал самой техногенной российской компанией? В какой-то момент, когда союз развалился, часть людей не очень знали, чем он заниматься, а мозги у них были на месте. Вот вместо того, чтобы идти какими-нибудь носками у метро торговать, вдруг решили заняться интернетом. И, в общем, половина российского интернета, они вот таким образом все самые сильные компании, так, в общем, и образовались из людей, которым все-таки очень хотелось продолжать заниматься чем-то умным, а вот прежней умной работы уже не было. В стоках Яндекса стояли два идеально дополнявших друг другу человека. У нас есть два отца-основателя, к сожалению, один из них уже не с нами. Это Аркадий Волош и Илья Илюши Сигалович. Просто это вот, наверное, можно в учебниках писать. Лучшая ситуация, когда один офигенно талантливый бизнесмен с офигенской совершенно чуйкой, вот, что нужно делать, как нужно делать, где найти партнера, где взять деньги и так далее. Ну, то есть, по всем деловым вещам, не получавший никаких MBA, но вот, ну, от бога чуйка. Я узнал. Толстовку. Корпоративный стандарт. И рядом с ним его друг еще со школьных времен, как раз технологический визионер. В общем, достаточно, ну, можно все-таки сказать, наверное, гениальный программист, человек, который действительно, во-первых, видел, куда все это идет, очень быстро мог на коленке что-то сделать и, что не менее важно, когда ты создаешь компанию, вокруг себя людей мог этим зажечь, вот, он мог прийти просто рассказать какую-то то, что кажется, ну, не знаю, фантазией, но рассказать так, что люди вокруг него сели и ближайшие там, не знаю, сутки не отрывать, много суток. Не отрываясь, это дело бы плащали в работающий код. Вторник. Давайте мы с вами пробежим всего час десять. Первых 30 минут пробежим на пульсе до 140 ударов, потом сделаем 5-7 темповых ускорений по минуте через минуту восстановления. Если вы за минуту восстановления не успеваете восстановить пульс до 145, можно восстанавливаться полторы-две минуты. Предположим, в нормальном режиме вы бежите вот с такой нагрузкой. Что такое ускорение? Выглядит это вот так. Потом раз и бросаем. Снова бежим легко. Последних 10 минут мы с вами затрусим, постепенно снижая пульс со 155 до 135. Я раньше думал, что электрокары это Тесла и еще пару каких-то китайских производителей, которые там не пользуются у меня авторитетом. Если говорить об этой машине, она прекрасно выполнена, немножко она архаична. Вот я от Мерседеса жду все-таки каких-то инноваций, а вот я их не вижу. Если я в Тесле сел и вот буквально в смысле усрался от инноваций, да, то здесь это такой старенький монитор, далеко не тачскрин, красивый дизайн архаичный с привычной моделью для Мерседеса и с электрическим двигателем. Сейчас попробуем открыть капот. Собственно, не сильно чем он отличается от обыкновенного дизельного двигателя, только написано электри драйв и все. Проверим багажник, электроник драйв. Это чуть поменьше, чем в Тесле. Велосипед надо полностью разбирать, переднее, заднее колесо надо все разбирать. Удивил, удивил, удивил. Ну так, соточка очень быстро набирается. Я думаю, что в натуральном B-классе ситуация послабее. Ну, кстати, вот газанул сразу, сразу запас хода с 93-х упал на 81. Начинаешь любить маленькие машины после того, как съездишь в Нью-Йорке и покружишь по Манхэттену для того, чтобы припарковаться, для того, чтобы сделать какое-то микроскопическое дело. На чем Яндекс зарабатывает? Ну, по-моему, процентов 90 по-прежнему это реклама. Плюс-минус там какие-то единицы процентов. Но и реклама тоже меняется. А все больше становится рекламой гораздо более умной. Это все живые цветы, да? Да, конечно. Вот одна из наших самых любимых стенок. Класс. Заметного масштаба. Давайте прикладные вещи. Вот у нас есть канал по сути там лайфстайл и ЗОЖ. Это сейчас новое слово. ЗОЖ, да. Вопрос, наверное, так. На примере того, как надо продвигать канал, как работает Яндекс в свете умной рекламы. Вы не описываете, кто эти люди. Вы описываете конечные требования вас, как, простите, бизнеса. Вот я посмотрю сейчас канал, как бизнес. Вам нужна аудитория, которая обладает свойством. Хочу быть здоровым. Хочу вести здоровый образ жизни. Все, точка. Дальше мы выделяем этих людей. Мы алгоритм понятия не имеем, как мы не знаем, какие признаки он использовал. Он научился, глядя на тех, кто уже бегает, правильно ест и правильно успит, что эти люди делают в интернете. А потом в этих местах начинают показывать вашу рекламу. В среду мы с вами бежим час десять. Первых полчаса бежим на пульсе до 145. Вторых полчаса бежим на пульсе до 155. Последних десять минут чуть-чуть поактивнее, до 160. В четверг у нас выходной. Мы по возможности идем в баню и делаем массаж. Массажиста надо искать не гладильщика, а спортивного массажиста, который обеспечит вам общий массаж тела с акцентом на лимфоотток. Чему бы вы хотели научить своих людей, что вы прививаете? На самом деле мы прививаем им простую мысль, прежде всего, что каким бы экспертом вы сейчас, в чем бы ты ни был, ни были, если вы вот в этом месте остановитесь, перестанете быть не только в Яндексе, а вообще где-нибудь востребовано через три года. С чего это когда-то начиналось? Почему я сейчас не помню, какой это год? Не написано? А, да, 95-й год. В 95-м году как раз появилась технология Яндекса, потому что один из файлов на этом диске, там назывался Яндекс.Экзэйт, вот внутренняя технология еще поиска по текстовым массивам на диске, написанным тем самым Илюшей Сеголовичем, который был на техническом основании, основателем, который потом кончился тем, что появился Яндекс.Экзэйт как сайт. Социальный пакет хороший у Яндекса? О, да, он хороший, понимаете? Люблю рассказывать про социальный пакет. У нас есть своя внутренняя столовая, ну как бы вот за турникетами. Так вот, в какой-то момент, решили, что пора эту столовую сделать безденежной. Просто поставили систему, которая, это же какая-то штука все равно чипованная. Какая разница, что на этом чипе держать? Нет, почему бы на нем не держать? Просто я не помню, сколько сейчас, 9 тысяч, что ли, у нас? Ну, не помню точную цифру, где-то в районе 9 тысяч рублей. Но интересно, что произошло дальше. Вот за что я люблю Яндекс. Потому что это вот классическая история, как Яндексе же не устроено. Но при том, что столовка, в общем, неплохая, еще кафе Лебедево есть с очень неплохим кофе, где тоже здесь внутри, и тоже можно этим расплатиться. На что, естественно, индексоиды начали урчать. Так, а если я вот хочу не кофе в столовой, не кофе в Лебедево, а кофе в Старбаксе, почему я не могу? На что был технологический ответ? Так, ребят, наши сисадмины, вы можете им поставить ту же читалку, которая стоит в столовой, на нашем жаргоне пикалку, которая считывает эту штуку и пикает при этом? Не проблема. Ребят, юристы, вы же хотите кофе из Старбакса? Хотим. Вы можете им составить договор, чтобы они понимали, как они принимают эти деньги, чтобы это было абсолютно правильно с налоговой точки зрения? Не проблема. Заметьте, на это включалась вся мультсистема. Открывались таски. Это не было ни разу частью рабочего процесса. Люди просто понимают, мы можем изменить мир вокруг. Сейчас вот в окрестности нескольких километров в любой точке, в любом ресторане мы расплатимся своим бэджиком. Хорошая машина, хорошая машина. Хорошая для женщины, вообще идеальная. Женщина, двое детей, перфект. И немного ездит, живет в центре города. Не понимаю, как ее эксплуатировать в режиме загородной жизни. Да, на дороге, конечно, говно. Ну, к ее чести, она держит нормально дорогу. Спасибо ребятам из Рикавто, что дали нам просто спокойно покататься автомобиль без дополнительных каких-то головников. Я надеюсь, что еще несколько видео выведет, и нам начнут давать автомобиль хотя бы на день, на два, на три, для того, чтобы можно было просто поездить, в нем дома зарядиться, показать, как это работает. Пятница у нас будут легкие забегания в горку. Найти 100-метровую горку с не очень крутым подъемом и после разминки в 5 километров забежать в горку 5-7 раз по 100 метров. Когда будете спускаться вниз, пожалуйста, расслабляйте руки, восстанавливайте пульс. Пульс должен восстанавливаться до 125. После горок мы делаем 2-3 километра заминки. В субботу бежим 1 час 15, 1 час 20. Первых полчаса на пульсе до 140. Вторых полчаса на пульсе до 150. Третьих полчаса, не полчаса, а 20 минут. Бежим на пульсе 160. Последний километр можно затрусить. В таком режиме мы проживаем еще 4 недели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...